Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем проходить новую кампанию к великолепной игре под названием Кэриан, а кампания называется The Hive. И если вам понравится этот ролик или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Кстати, возможно, кто-то из вас не понимает, а где же наша биомасса? Друзья, я решил внести небольшие изменения в наш игровой опыт и сделать биомассу радиоактивной. Вот она на самом деле, друзья! По-моему, выглядит довольно круто. Возможно, и не стоит навсегда менять ей внешний вид, но именно сегодня я хочу попробовать вот это вот новое нечто. По-моему, классно. Надеюсь, вам тоже нравится. Ладно, давайте наконец-таки залезем в комплекс. Хватит маскироваться и посмотрим, на что она способна. Так, здесь... Ага. А, надо сломать, точно. Чё-то я... Стоп, погодите-то. Так я же уже тут, получается, был. Прикольно, почему... Прикольно. Я думал, здесь будет новая мутация, но её тут на самом деле нет. Давайте тогда заползём вот в эту дырку и посмотрим, где мы окажемся. Ха. Неужто я опять начинаю путаться? Такого быть не может. Статус безопасно. Хе-хе. До поры до времени. Нет, всё-таки... Да, я был, но немножечко левее. Вот тут-то мы и начинали нашу игру. Ладненько, ползём. Что это такое страшное? А, путь назад открыт. Да, вот здесь мы стартанули. Я понял, всё становится на свои места. Давайте теперь ползти дальше. Тут деревяшки я все, пожалуй, сломаю, но это ничего не даёт. Вот так выглядят проходы, потому что мод не идеален, но всё равно крутой. И, в принципе-то, больше некуда деваться. Только вот в это место я и могу протиснуться. Погнали. Хочу пожрать людей. Хочу жрать людей. Чтобы летели радиоактивные шмётки в разные стороны. Так, слюдишки. Вы привыкли к красному мясу, но вы не видели зелёное мясо. Опачки. Что это за локация? Вау, а она выглядит-то сногсшибательно. Это действительно поверхность? Мне казалось, всё это иллюзией. На поверхности мы не будем. Эй, чувак, заметил? Ну, меня ж не видно было. Я выглядел как трава. Да, побегаем на поверхности немного. Интересное строение комплекса. Смотрите-ка, здесь есть ещё кирпичная стена, но её сломать я не могу. Наверх забраться тоже не получается, как бы. Тогда просто спускаемся вниз. Вылетаем сюда. Здорово. Немножечко мы тебя расплющили. Интересно, а эта радиоактивная масса, она обжигает людей? Или всё так же делает... Ты что, нормально? Нет, зачем ты спустился, друг? Зачем ты спустился? Вот кто тебя сюда заставил спускаться? Так, ну а теперь мне нужно спуститься и самому. Блин, я чувака в этом обвинял, а сам-то должен ехать на лифте. Это... Неприятно, когда половина тебя остаётся на другом этаже. А вниз уезжают только ноги. Кукулики. Блин, даже людей... Ты что? Даже людей не могу жрать, потому что полное хп. Это отстойно, надо немножечко хпшки потерять. Чтобы... А, зато я могу действовать гораздо более дерзко, чем обычно. Всегда я играю аккуратно, крипово. Как будто я самый настоящий ужастик. Ну а сейчас можно действовать, как лютый монстр. Разрушать всё на своём пути. Всё ломать. Сталкивать. Обру... Ой, я понимаю. Вот это уже... Понятно. Вопрос только в том, работает этот робот или нет. Начнёт он атаковать или да. Ладно, попробую просто нанести удар. Чёрт побери. Так он же... Он не бесхозный? Можно было бы им поуправлять, но у меня пока нету такой способности. Да и чувака внутри не было, поэтому я не смог бы им управлять. Только если захватил бы другого чувака, а потом бы залез у робота. Тогда что-то из этого плана могло бы получиться. А так ничего. Хм. Очень много вот таких тупиков, которые по сути никуда не ведут. Зачем они тогда сделаны? Чтобы ещё больше вести в заблуждение монстра. Да, у него, конечно, мозгов немного. К тому же они расплавленные, очевидно. Вот это жёсткая локация! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Фух. Хотел потерять хп, а по итогу чуть не умер. Ладно. Ты ещё жив, да? Ты, похоже, встал. А я тебя аккуратненько утащу вниз. В свой желудок. Там ты будешь в безопасности. Ну, а сам я пойду сюда налево. Почему они так поздно на меня реагируют? А, ну это, наверное, спецспособность монстра, что он может видеть, ну, можно сказать, на 360 градусов, да? Практически. Люди видят только то, что у него перед глазами. А я вижу вообще всё в округе. Потому что у меня тысяча глаз. Прикольно. Никогда об этом раньше не задумывался. А ведь у монстра действительно тысяча глаз. Правда, в такой конфигурации они незаметные. Как ты в меня попал? А, похоже, кто-то выстрелил в кончик с этой стороны, да? Вот ты, дружище. Хм. Все эти решётки, они какие-то супер прочные. И здесь, и там, и тут. И тут. А, прикольно, прикольно. Это строение локации такое. Ты ползёшь сюда, сюда, сюда. Чёртов лабиринт. Люди приняли меня за крысу и построили для меня лабиринт. Я не понимаю, для чего. Так, теперь мне нужно... Стоп, так ничего не разблокировалось. Здесь двери до сих пор закрыты. Ну, это явно двери. Металлические, толстые двери. Я ничего не могу с ними сделать. Отстойно. Так, электричества мне, в принципе, не нужно. Ну, спускаемся вниз тогда. Проход разблокирован. Идём сюда. Надеюсь, двигаюсь в правильном направлении. Нажал. И... Хм. Погодите, а чё произошло? Рубильник был активирован. Но он же всё ещё не активирован, ведь я его не нажимал. Что происходит в этой локации? Я совсем не понимаю. Я совсем не... А, да, вот теперь я его нажимаю. Открывается ещё одна дверь. Рубильник активирует рубильник, чтобы тот рубильник дал доступ к новому рубильнику. Который нужно будет тоже рубануть вниз. И откроется ещё одна дверь. Доступ к следующему рубильнику, который уже тут. Это просто мир рубильников. Такс, хорошо. Ну, а вот этот рубильник не работает. А, нет, заработал. Снова спускаемся на лифте. Занятно. Забавно. Как же много тут людей. Суперкомплекс. Глубокие шахты. Блин, мы должны были выбраться на поверхность. Я так радовался в конце прошлой серии, что мы были практически на поверхности. Я думаю, все игроки, которые играли в это дополнение, они радовались этому. Но, как мы видим, всё равно нас спускают глубоко под землю. Значит, стоит ждать дополнения ещё и от оригинальных разработчиков. Что, мне стрёмно? Возможно, они это обновление сделают. Воркшоп появился не так давно. Может быть, сделает кто-то больше новых моделек, текстурок и прочего. Было бы очень круто. Кстати, прикольно. Я понял, как можно освещать дорогу. Когда ты нажимаешь правую кнопку мыши и вытаскиваешь щупальцу, чтобы кого-то взять, она начинает сиять. Очень удобно. Чё? А ты как умер, братан? Он просто бежал, испоткнулся, ударился головой. Похоже, что действительно так. Вот ему не повезло. Хотя, наверное, повезло. Его тело не стали разрывать. Во время жизни на куски. И это было бы больно. Так, что здесь? Нифига. Как это работает? Я активировал электричество и открылся проход. Не понимаю, как, как. Почему? Так, сладенько. Мы всё ещё где-то под землёй. И я всё ещё ничего не вижу. Толком. Как мы отсюда будем выбираться? И что здесь делают люди? А, я, похоже, начинаю понимать суть этой кампании. Если в оригинальной... Ты жив? Если в оригинальной мы были в лаборатории, то здесь древнее зло в виде биомассы спало где-то на большой глубине. Люди начали вести раскопки каких-нибудь суперредких минералов. И в итоге вибрации пробудили зелёную массу, которая вырвалась на свободу и начала жрать. Если бы люди не копали эти тоннели, биомасса не смогла бы выбраться. Она не умеет копать землю. Она была погребена под завалом, под обломками древних цивилизаций. А, люди раскопали и выпустили её на свет божия. Молодцы! Хм, спасибо, люди! Классический сценарий. Это офигенный сценарий для... Фильма ужасов. Почему бы и нет? Такой сценарий подошёл бы любому фильму ужасов. Про какую-нибудь неведомую тварь. Как это было, например, с Нечто? Там, конечно, Нечто жило не под землёй, а подо льдом. Ну, опять же, учёные такие, ху, мы же учёные, нам надо что-то исследовать. Давайте выкопаем древнюю хрень, которая спала много миллионов лет, и посмотрим, а вдруг это будет хорошо. Кстати, сейчас учёные тоже часто этим занимаются. То вирус какой-нибудь древний найдут, то микроорганизмы где-то во льдах. Фильмы ничему не учат. Ничему. Так, куда дальше? Хватит рассуждать, я должен просто жрать. Не нужно мне рассуждать. Ага, я понял тебя. Это было неприятно. А ты меня понял? Точнее, поняла. Похоже, что да. О-о-о-о! О-о-о! Хороший удар! Так, с куда дальше? А вот тут непонятно. А-а-а! Тут можно протиснуться где-то? Нифига не видно. Но похоже, что да. Это новая мутация, друзья. Это новая мутация, едва заметная. Повышает устойчивость к огню. Биомассу сложнее поджечь. Офигительно! Это очень круто. Устойчивость к огню. Но это не даёт мне понимания, куда двигаться дальше. Типа наверх? А, да. Реально. Угу. Рычаг. И мы снова оказались в комплексе. И тут такое... Что-то вырывается из-под земли. Бэмс! Всё это именно так и должно было происходить. Я им рассказывал 5 минут назад. Да какие 5 минут? 2 минуты назад. К чему приводят раскопки. Для в них существ. И вот как бы так. Оба, на ещё одна новая мутация. Как же, блин, много их тут дают сразу. Это прям приятно. Так. Гефарея ломает кирпичные стены. Вот этого мне не хватало. Кирпичные стены я как раз таки видел. Прикольно. Теперь можно будет ломать кирпичные стены. Окей. Нет, выходит... А, нет. Не придётся возвращаться в самое начало. Ох. Вообще крутая локация. Блин, вот прям реально офигенно это подземелье. Сперва и песик из-за того, что ничего не видно. А когда ты справляешься с ним, понимаешь, что... Чёрт, а это же было неплохо. Это было круто. Это что-то новое, свежее. Как, например, вот сейчас. Где мы ползаем? Где мы находимся? Жесть. Круто, круто, очень круто. Аж мурашки по коже. А у людей, которых я разрываю на песке, интересно, бегут мурашки по коже? Ой, я понял, я понял, я понял. Поверил в себя, извини. Как мне с тобой быть? А вот так. Ты жив ещё? А, это не он. Кто-то другой. И, пожалуй, за ним я сбегаю. Да. ХП-шечку хочешь, не хочешь, а восстанавливать время от времени всё-таки необходимо. Почти фулл-ХП, но ладно. О! Теперь фулл-ХП. Да. И мне кажется, по-моему, сейчас люди начали восстанавливать гораздо... Гораздо меньше ХП своими телами, чем они это делали раньше. Возможно, мне всего лишь кажется. А вот что дальше делать, я, честно говоря, не понимаю. Ну, допустим, я протиснулся сюда. Активировал электричество. И что мне это даёт? Выход-то справа. О, открылось. Само по себе. Хм, прикольно. Нет, всё-таки люди тоже могут видеть на 360 градусов. По кругу. Потому что она стреляла в землю, но она знала, что я нахожусь где-то тут. Странная. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Вот так, вот так, вот так, вот так. Всё хорошо. Не ругайся, спи спокойно. Всё нормально. Так, проход открыт. Это, получается, мы возвращаемся назад. А вот эти штуки я ломать не могу. Нет, это какие-то, блин, стёкла с огромным количеством ячеек. Я это стекло разбил. Вот, выпали осколки, но при этом каркас какой-то у этого стекла металлический. Не позволяет он... Короче, как сотый стекло устроенное. Не позволяет мне пробиться внутрь. Очень странная конструкция. Ага. Взрывчатка подъехала. Проход справа. Но я туда пока попасть не могу. Оп. Прикольно. Биомасса разрослась. Для чего я могу использовать взрывчатку? У меня пока нету брони. И если вдруг взрывчатка ко мне прилипнет, это плохо кончится. Поэтому всё, что остаётся, это двигаться очень аккуратно, здесь проползать. Вот так. И как-то вот так. Возможно, ещё она пригодится, чтобы что-то сломать. Посмотрим. Ой. Я реально как крыса в лабиринте бегаю. Ну, или ползаю. Протискиваюсь. И почему у них во всех туалетах двери решётчатые? То есть кто-то может стоять и смотреть, как ты делаешь это. Странно. А потом я удивляюсь, почему люди... Эй, куда? Чё произошло? Чё? Чё за подстава? Стоянка. Я погодите, я погод... Я чё-то не понял. А, вот кирпичная стена. Значит, я всё правильно сделал. Просто я не заметил там вот этих труп у меня просто-напросто засосало. Ну, значит, нам сейчас сюда. Чё, так вот. А я удивляюсь, почему люди допускают такие глупые ошибки. Когда речь доходит до непонятных существ. Они даже в туалет не могут сделать нормальную дверь. Так, город. Прикольно. Всё это происходило прям под городом. Под настоящим городом. Да, пускай город расположен в джун... В джунглях. Причём в очень... Титанических джунглях. Посмотрите на их размеры. Они выше домов, деревья, пальмы и прочее. А это какие-то руины. Они здания сносили, чтобы построить что-то новое? Так, сюда пробраться пока нельзя, ладно? Спяемся вниз. Иди сюда. Я до тебя доберусь. Археосеверс. Ну и на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, вам нравится эта новая биомасса. Нравится компания. По-моему, она даже круче, чем оригинальная. По локациям. Больше классных идей. И они офигенно реализованы. Плюс она не супер запутанная. Короче, мне нравится. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментиках. Если вам понравилось, подписывайтесь. Ставьте лайк. Все дела. До новых встреч. Будьте счастливы. И не проводите раскопки где-то на глубине. И если обнаружите что-то живое, не трогайте это. Закапывайте и уходите. Все. До новых встреч. Пока.